Из-за роста тарифа на тепло экономические агенты не спешат подавать заявки на подключение к отоплению. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора термоэлектрика Василий Леу. При этом он уточнил, что жилой фонд подключен на 99%. Все желающие подключиться к системе отопления были подключены согласно сделанным запросам и по заранее определенным планам. В настоящее время не подключено 23 здания, в том числе жилые дома, общежития некоторых учреждений. По словам Василия Леу, некоторые ассоциации жильцов просили начать подачу тепла после 28 ноября. Не спешат отапливать свои помещения многие экономические агенты. Некоторые экономические агенты и частные дома не спешат подключаться к централизованному отоплению. Проблем с поставками тепловой энергии конечным потребителям на сегодня нет. К отоплению полностью подключены все учебные заведения столицы. Об этом сообщил заместитель начальника управления образования Андрей Повалой. Напомним, в детских садах тепло дали 19 октября. Школы были подключены позже по просьбе руководителя учебных заведений. Стараемся экономить в выходные дни, устанавливая минимальную температуру. По воскресеньям вечером ее повышаем так, чтобы в понедельник, когда школьники или дети приходят в детский сад, температура в помещениях была вполне комфортна. Старт отопительного сезона 2022-2023 года для всех потребителей в муниципе Кишинев был дан 7 ноября. Всего в столице система централизованного отопления обслуживает 2845 жилых домов. Продолжение следует...